МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 60 лет исполнилось успешному предпринимателю Геннадию Зенченко. Слова благодарности за большой вклад в развитие региона выразила Акимобласть и ГОС Мухамбетов. В областном перинатальном центре родилась первая тройня в этом году. Подробности о счастливой маме и малышах узнаете в этом выпуске. Историческое событие. В городском ботаническом саду расцвело экзотическое растение. Геннадию Геннадьевичу Зенченко 60 лет. За большой вклад в развитие отечественного агропромышленного комплекса, повышение конкурентоспособности и потенциала отрасли, Геннадию Зенченко объявлена благодарность президента Республики Казахстан Касымжу Марта Токаева, зачитал поздравительное письмо Акимобласти ГОС Мухамбетов. Ваш упорный труд, преданность делу, использование передовых технологий способствовали развитию компании Зенченко и КАМ, как современного сельскохозяйственного кластера и популярного казахстанского бренда. Большого уважения заслуживает и ваша активная гражданская позиция, участие в общественной жизни региона и реализация значимых благотворительных проектов. Поздравляю вас с 60-летием, желаю крепкого здоровья, благополучия и успехов во всех делах и начинаниях. Президент Республики Казахстан Касымжу Март Кемеович Токаев. Присоединился к поздравлениям и глава региона. Трудовой путь Геннадия Геннадьевича и достижения в области сельского хозяйства вызывают глубокое уважение и восхищение, добавил ГОС Мухамбетов. Вы продолжаете славный путь вашего отца, героя труда Геннадия Ивановича. Благодаря вашему профессионализму, упорству и лидерским качествам, командирное товарищество успешно развивается, сохраняя традиции, внедряя современные технологии. Глава региона пожелал юбиляру крепкого здоровья и подарил цветы. В свою очередь Геннадий Геннадьевич выразил слова благодарности главе государства и Акиму области за постоянную поддержку. Скажу сказать спасибо, огромный поклон и хочу заверить от нас и всех новонекольцев, от компании Зеченко, что мы никогда не подведем, всегда были в лидерах, были и будем. У нас один всегда лозунг, я всегда разговариваю с коллективом, говорю, первым быть легко, но ни в коем случае нельзя выпускать позиции. Страна идет большими шагами, мы сегодня должны идти в ногу со временем. Радостный повод с именинником разделили его близкие, друзья и коллеги. Для каждого из присутствующих в зале Геннадий Геннадьевич является настоящим примером честного и трудолюбивого человека. Валерия Филатова, Александр Янцин, МТРК. Сегодня члены регионального народного штаба посетили строительную компанию «Основание», где побеседовали с коллективом о предстоящем голосовании за строительство атомной электростанции на озере Балхаш. Встреча прошла в дружественной обстановке, отмечает участник городского совета ветеранов и Манголит Атваев. Мужчина считает, что в настоящее время дефицит электроэнергии ощущается гораздо сильнее, чем в прошлые годы. Это строители, которые действительно много делают для нашего города. У нас практически полгорода построено их руками. И восприняли люди очень позитивно. Вот наша встреча, я считаю, прошла на позитивном уровне. Строительство АЭС, она необходимость, острая необходимость, потому что мы, которые тратим сотни миллиардов на покупку электроэнергии из других государств, а это останется, это деньги останутся в нашем государстве. Это значит социальная помощь нашему народу, пенсионерам. Это будет тоже вклад, большой будет вклад, если атомная электростанция будет построена. Плюс то, что новый городок, моногородок вырастет в селе Улькен в Алматинской области. Сотрудники ТО «Основание» позитивно отнеслись к предстоящему референдуму. Стоит отмечить, что после строительства атомной электростанции в стране появится более 2000 новых рабочих мест. Голосование состоится уже 6 октября. Региональный народный штаб продолжает вести разъяснительные работы с населением города. Сегодня депутат городского маслихата Балат Кажахметов встретился с сотрудниками Северного фанерного комбината. У присутствующих была возможность задать все интересующие вопросы. В своем послании народу Казахстана президент нашей страны, Касам Жумар Кимильевич Токаев, сказал, что необходимо продуманное решение по строительству атомной электростанции и широкое его обсуждение. Что значит продуманное решение? Чтобы свое решение принять не на основе всяких фобий, фейков, мифов, а именно на достоверных, конкретных знаниях. Ежедневно встречаясь с населением, с работниками предприятий, видно, что люди, население черпают эти знания не только от нас, видимо, с интернета. Читают живо, в общем-то, интересуются этим вопросом. Это ощущается по задаваемым вопросам и вообще по отношению к той информации, которую мы ей даем. С 23 сентября разъяснительные работы в районах начал проводить республиканский народный штаб. В его составе сенаторы и мажили смены. Александра Рудина, Матвей Колесников, МТРК. Город Петропавловск. С 25 сентября по 15 октября состоится большая распродажа пятигорских шуб. В ассортименте большой выбор мутона и норки, а также мужских и женских головных уборов. Акция «Сдайте старую шубу, получите скидку на новую 100 тысяч тенге». Ждем вас по адресу Чуканова, Леханова, 15, рядом магазин «Изюминка». Действует рассрочка 0%. Компания «Теплэка» — единственный российский производитель энергоэффективных обогревателей на основе кварцевого песка высокой степени очистки. «Теплэка» работает по принципу русской печи — быстро нагревается, а затем долго отдает тепло. При использовании терморегулятора потребление всего 2,5 тиловатта в сутки. Обогреватель не сушит воздух и не выжигает кислород. Абсолютно пожаробезопасен. В течение четырех дней полицейские проводили оперативно-профилактическое мероприятие «Пьяный водитель». Свыше 140 автопатрулей были задействованы на автодорогах республиканского и областного значений в населенных пунктах. В районе имени Габита Мусрепова на проселочной дороге полицейские остановили мотоциклиста без шлема. От него исходил запах алкоголя. Метасвидетельствование подтвердило наличие опьянения. Поездка в таком состоянии могла завершиться в ближайшем кювете. К слову, водительского удостоверения 41-летний мужчина не имел. Он получил 20 суток административного ареста. По итогам проведенного мероприятия выявлено 1166 нарушений ПДД. В том числе 18 фактов управления транспортным средством в состоянии опьянения, 33 факта за непредоставление преимущества в движении пешеходам, а также 206 управления транспортным средством с непристегнутым ремнем безопасности. Вместе с тем, с начала текущего года задержан 841 водитель, управляющий транспортным средством в состоянии опьянения. Стражи порядка напоминают, что управление транспортом в состоянии опьянения недопустимо. С января по вине пьяных водителей совершено 15 ДТП, в которых пострадал 21 человек. Работа по пресечению фактов нетрезвого вождения ведется на постоянной основе. Камила Карим при содействии в пресс-служб областного департамента полиции. С целью упрощения процедуры взыскания небольших штрафов и задолженности по налогам и платежам в Министерстве юстиции разработали правила упрощенного исполнительного производства. Штрафы до 20-ти месячных расчетных показателей будут взыскиваться с граждан с помощью автоматизированной информационной системы исполнительного производства. В рамках упрощенного исполнительного производства исполнительное производство должно быть окончено в течение 30 календарных дней. То есть, в случае, если должник оплачивает в течение 30 календарных дней, то тут уже исполнительская санкция, доход государства, либо за оплату деятельности частного судебного исполнителя не взимается. То есть это все автоматизировано, что намного облегчает для должников финансовое выражение. В упрощенном производстве отсутствует исполнительская санкция, либо оплата деятельности частного судебного исполнителя. И должнику необходимо оплатить лишь сумму, указанную в исполнительном документе. Принимается одна мера, то есть наложение на банковские счета должника в случае неисполнения, после получения уведомлений, извещений и так далее. И снимается инкассовым распоряжением. Также должник после поступления извещения может отказаться, там поступает через мобильный ЕГОВ уведомление, либо СМС уведомление. И там необходимо будет пройти по ссылке и отказаться. Либо оплатить данную за должность. В случае отказа, то данный исполнительный документ уже поступает непосредственно к исполнению частного судебного исполнителя. Частный судебный исполнитель будет принимать все меры, предусмотренные законом об исполнительном производстве. После возбуждения упрощенного производства должники получают СМС уведомления о 14.14 и пуш-уведомления в приложении ЕГОВ Мобайл. С полной информацией о процессе. Камила Каримшер, Ниазыманов, МТРК. 17 сентября в семье Ильяшенко произошло тройное счастье. На свет появились малышки Елизавета, Ангелина и Маргарита. Для семьи это были долгожданные детки. Ну, девочки родились Елизавета, у нас 2,145 килограмма родилась, 47 сантиметров. Вторая у нас, получается, Маргарита, она 2,123 родилась, 40 сантиметров. И Ангелина, кило 976, самая маленькая у нас, она 43 сантиметра. Ну, было кесарево, тройняшек в роду нет, у меня ЭКО. И первый ребенок тоже 7 лет через ЭКО. Ну, прошла анализы, попала по квоте. Ну, все, сделали подсадку. Получилось отройня. В этом году в области это первая тройня. В прошлом году таких счастливых семей было три. Всего за 8 месяцев текущего года в области родились свыше 2,5 тысяч детей. Из них 32 двойни. В целом девочки абсолютно здоровые. Небольшая масса тела, ввиду, что их было трое. То есть они родились весом чуть больше 2 килограмм. Сейчас девочки набирают вес. Говорят же, девочки у нас активные, те мальчики, они набирают вес. Сосуд, грудь хорошо, активные, все хорошо. А еще в перинатальном центре участили случай рождения крупных малышей. Вес детей достигает свыше 4 килограммов. Буквально недавно на свет появился мальчик весом 5 килограммов 630 граммов. Сегодня большой вес малышей уже не удивляет врачей. Плод может доходить до веса в 6 килограммов. Зависит все от особенностей женского организма, говорят специалисты. Александра Рудина, Вадим Мударисов, МТРК. Постановлением главного санврача страны в Североказахстанской области началась вакцинация девочек против вируса папиллома человека. Сегодня ее провели на базе IT-лицея имени Махжана Жумабаева. Прививки ставит врач 3-й городской поликлиники Асель Касенова. Она считает, что любая вакцинация – важная часть жизни любого человека, который заботится о своем здоровье. Проспоказания будут временные и постоянные. Временные – это различные острые заболевания. К постоянным относятся детки с диспансерной учета. Мы проводим в школах лекции, беседы с родителями. Уже проводили в школах такие, как 4-я, 28-я. В планах провести беседы во всех школах. Как врач, я считаю, что вакцинация очень важная. Почему нужно проводить? Потому что нет лечения по вирусу папиллом у человека. Если бы было лечение, можно было бы его лечить. Вообще вакцинация в мире для этого и создана, чтобы профилактировать, чтобы была профилактика болезней. Согласно постановлению, прививают девочек 11-12 лет. По словам врачей, это наиболее благоприятный возраст. Прививки ставятся только с согласия родителей. Сегодня привиться пришли 4 девочки. Одна из них – Сабина, дочка Сани и Садуб. Прежде чем подписать согласие, женщина полностью изучила эту тему. Ее дети ни разу не пропускали плановые вакцинации, делится Санья. Я думаю, что так как это все является плановым вакцинированием детей в данном возрасте, почему именно в данном возрасте, я, конечно, как родитель начала изучать, прежде чем дать свое согласие. Почему именно в этом возрасте? Я думаю, потому что с 11 до 13 лет именно в это время у детей очень как бы иммунитет сильный. Посмотрела. То есть знаем, что сейчас у нас помощник, интернет, захочешь, что там, посоветовалась. У меня есть родственники, которые работают в медицинских учреждениях. Я с ними посоветовалась, спросила, потому что все-таки жизнь моего ребенка для меня – это самое важное. И прежде чем решиться на такой шаг, я сначала узнала всю подробную информацию. Вирус папиллома человека – это группа родственных вирусов, которая насчитывает более 300 видов. 14 из них в 95% вызывают рак шейки матки, а также рак слизистой и рак кожи. Рак шейки матки – второй по распространенности тип онкологии после рака молочной железы. Ежедневно в Казахстане онкологией заболевают 5 женщин и 2 умирают. Единственным методом защиты, эффективным методом является у нас вакцинация. Вакцинация у нас будет производиться и производится вакциной Гордосил. Это американская вакцина, которая четырехвалентная, защищает от четырех типов вируса, которые наиболее часто вызывают у нас рак шейки матки, ну и также от других заболеваний. Вакцина у нас ставится двукратно, ну с интервалом 6 месяцев. Сперва врач будет осматривать пациентку, ну девочку смотреть, если нет никаких противопоказаний, после этого будет поставлена прививка ребенку. Вакцинация против ВПЧ проводится в 135 странах, а вакцина Гордосил используется уже более 15 лет и уже доказала свою эффективность. Бесплатную прививку можно получить в кабинете любого медицинского учреждения, а также в школах города. На первом этапе планируется привить около трех тысяч девочек. Валерия Сиваш, Вадим Ударисов, МТРК. Евразийский банк в этом году отмечает 30-летие. В юбилейном году по всему Казахстану банк запланировал реализацию большого количества проектов. Например, в Петропавловске прошел бизнес-завтрак, на который пригласили преданных партнеров и клиентов банка. В этом году очень много дарим подарков нашим клиентам, сотрудникам, партнерам нашего банка. Также будут выступать у нас три спикера на разные темы, где клиенты для себя откроют какие-то новые инсайты и проведут хорошо время. Одним из трех экспертов стал Максим Тарасов, который рассказал о теории жизненных циклов Ицкака Адизеса. Для меня, например, это один из самых интересных и самых рабочих инструментов по управлению бизнесом, по пониманию людей. Лет 20 мы уже так или иначе пересекаемся с банком в разных местах. У нас очень много клиентов, кто является тоже клиентами Адизесского банка. Поэтому это уже такое долгое и плодотворное сотрудничество. Основные мои компетенции – это личностные изменения предпринимателей. То есть сейчас я работаю как бизнес-психолог только с предпринимателями. В своем выступлении Дмитрий Агапов поделился интересными методиками по снижению профессионального стресса. Эти практики могут принести предпринимателям-клиентам банка большую пользу в будущем, считает эксперт. С Евразийским банком пять лет назад мы начали сотрудничать. Мы поставили психологические методики профессиональные. И очень радует такой действительно серьезный подход к работе со своими сотрудниками, который, конечно, сказывается на качестве работы с клиентами. Разделить с банком радостный повод приехал международный спикер из России Юрий Косович. Эксперт рассказал об основах управления продажами. С Евразийским банком он сотрудничает первый год, но уже получает от этого приятный и полезный опыт. Сегодня мы общались о том, как правильно управлять и о принципах управления. Оно включает в себя правильную мотивацию сотрудника, умение найти индивидуальный подход, умение достигать свои задачи, умение разделять сложные и большие задачи на маленькие и небольшие отрезки, умение работать со своим психологическим состоянием. Финансовый директор Дмитрий Митсуков уже давно сотрудничает с Евразийским банком. Говорит, что это партнерство приносит только положительные эмоции. Особенно мне помнится момент, будучи за границей, их обслуживание по картам просто было на высоте. Сам сейчас работаю с клиентами банка, как финансовый директор на аутсорсе. То есть мы помогаем привести в порядок отчетность клиентам, и это помогает им быстрее оформить финансирование и вообще оптимизировать взаимодействие с банком. Евразийский банк быстро реагирует на все запросы клиентов, отвечает их потребностям бизнеса, и в целом сотрудничество наше продуктивное. Евразийский банк активно поддерживает малый и средний бизнес, предлагает специальные программы финансирования и консультации. Он верит в успех своих клиентов и делает все возможное, чтобы помочь им расти и развиваться. Сотрудничаем мы с Евразийским банком уже более пяти лет, до этого мы обслуживали в другом крупном банке. Но в один тяжелый момент, когда нас не могли профинансировать, Евразийский банк нас поддержал, мы это очень ценим. Впереди большие проекты. До конца года Евразийский банк проведет серию таких бизнес-завтраков в крупных городах Казахстана. Также в рамках празднования 30-летнего юбилея банк активно участвует в общественно значимых социальных и благотворительных акциях. Валерия Филатова, Александр Янсен, МТРК С 23 сентября в Петропавловске стартовала ярмарка белорусской обуви. Для жителей и гостей города подготовили порядка 600 моделей мужской и женской зимней обуви. Имеется также летняя, демисезонная. Зимняя коллекция представлена из натуральной кожи овечьего меха, сшита на ортопедической основе. Обувь идет в основном на проблемные ноги. У кого выступающая косточка, широкое голенище и высокий подъем. Подошва у них противоскользящая, она не лопается, не трескается на морозах. На них есть каучуковые вставки. Также обувь прошита дополнительными нитями. Она очень хороша в носке, очень качественная, очень удобная колодка. Размерный ряд женских моделей идет с 36 по 43 размеры, мужские – с 40 по 49. Белорусская обувь не один год пользуется высоким спросом не только у горожан. Регулярно ярмарку посещают и сельчане. Также в ассортименте есть такие модельки. Это полусапожки. У них очень качественная подошва. Моделька очень модная, симпатичная. Идет половина кожи, половина замша. Все натуральное. Также внутри овечья шерсть. Они очень теплые, качественно прошиты. Также в ассортименте есть такая мужская моделька. Очень хорошо пользуется спросом. Они высокие, у них хорошая колодка, очень удобные сами по себе. Очень легенькие. Подошва также гелевая, полиуретан. Она не лопается, не трескается на морозах. Внутри мех овчина. Очень теплые, очень мягкие. Расположилась ярмарка в здании теннисного центра по улице Жамбыла-Жабаева, 82А. Часы работы с 10 утра до 7 вечера, без выходных и перерывов. Продлится она до 29 сентября. В это время каждый желающий может прийти и приобрести понравившуюся модель. Александра Рудина, Матвей Колесников, МТРК. Это маленькая папайя. Сеянцы этого текущего года. То есть из-за такого маленького растения превращается в такое большое величество. В городском ботаническом саду расцвела папайя или дынное дерево. Это тропический фрукт со сладкой мякотью оранжевого цвета, с едобными семенами и приятным вкусом. Для работников сада это историческое событие. Около 30 видов папайи. Родина Центральная, Южная и Северная Америка. То есть сейчас современный штат Флорида, часть Мексики и Глатмалы. То есть это растения еще выращивались ацтеками, альмеками и прочими народами, населяющие эту территорию. А потом после великих географических открытий она попала в Европу, в Юго-Восточную Азию. И там культивируется как продовольственный вид. В природе может жить до 20 лет, а в культуре всего лишь до 4. Вот сейчас вы видите растение второго года жизни. То есть очень сильно быстро развивается. Семена папайя подарил местных жителей. Он привез из Доминиканской республики. По словам директора Артура Рязапова, при правильном уходе она может вырасти до 6 метров. Сейчас главное соблюдать правильный температурный режим. С ним в здании проблема. Для вызревания плодов необходимо поддержание температуры от 22 до 28 градусов. То есть если ниже 15-17 градусов, это очень плохо. Если выше. Поэтому сейчас мы ждем подключения отопления. То есть у нас, к сожалению, теплотрасса городская, она находится на реконструкции. И пока отопление еще не дали. Но для того, чтобы сохранить и чтобы эти плоды вызрели, нужно поддержать оптимальную температуру и влажность. При благоприятных условиях после Нового года можно собирать урожай. Камила Карим, Шерни Азыманов, МТРК. С 12 по 19 сентября в Бангкоке проходил чемпионат мира среди девушек и юноши. От нашей области участвовали пятеро человек. Вернулись ребята с золотыми, серебряными и бронзовыми медалями. Среди участников Ариана Черепанова. Занимается девочка тайским боксом 4 года. Чемпионат мира посетила впервые. На тайский бокс я захотела сама. Меня привлекло, что тайский бокс это само собой оборона, чтобы самой постоять за себя. Но у меня в этом есть успехи. Расскажи про соревнования. На чемпионат мира мы готовились очень долго. Месяц, если не два. Мы готовились сначала на Казахстан, на отбор. А потом у нас еще и сборы прошли на мир. Сборы очень были тяжелые. Я была одна в своем весе. Мне нашли тайку. И я выиграла ее. Сразу из трех раундов я забрала все три раунда. В каждом раунде было 10 баллов. Ариана является первой чемпионкой мира по тайскому боксу среди девушек в северо-казахстанской области. А также второй по Казахстану. Еще одним участником, вернувшимся золотой медалью с чемпионата мира, стал Леонид Янусов. С ранних лет юноша увлекается тайским боксом. Это была его вторая поездка. В прошлом году он испытывал свои силы на чемпионате мира в Турции. Леонид регулярно посещает различные турниры, за что имеет много наград. У меня 22 золота. Именно тайские медали. У меня первых мест где-то медалей 10. Это два чемпионата Казахстана. Теперь один чемпионат мира. И по областям. Если получится, хочу выиграть Олимпиаду. Если в ноябре будет проходить чемпионат Европы, то может быть поеду. Первый соперник белорус, с ним было как бы трудно, потому что это был первый бой, я был не подготовлен еще. Второй бой с Узбеком, но там уже было легче, потому что первый бой я продышался, и второй бой было легче драться. Нет, было четыре боя. Третий бой был с Малой Зитей. Мне кажется, он был самый трудный, потому что он работает как тайец, а тайцы, они сами по себе сильные. И четвертый бой у меня был с украинцем. Ну тогда мне было как бы не сложно, но и не легко, потому что это был финал, я сильно волновался. На подготовку к чемпионату у ребят ушло больше месяца. Стараемся регулярно посещать международные турниры, чемпионаты Республики Казахстан. В общей численности на территории Североказахстанской области на данный момент занимается порядка 400 человек. Это дети, начиная от 6 лет и заканчивая взрослыми уже 35 и старше. Чемпионат мира прошел на очень высоком уровне, к нему готовились серьезно, провели двухэтапные сборы. На первом этапе мы проработали физические возможности наших спортсменов, а второй этап уже был более тактический, более подготавливались к поединкам. Прошли сборы, я считаю, очень хорошо. Парни показали хороший уровень на чемпионате мира. Всего на чемпионате мира по тайскому боксу приняли участие порядка тысячи спортсменов из более 100 стран. На данный момент старшая сборная по тайскому боксу начала подготовку к чемпионату Азии, который пройдет в октябре в городе Тайбэй. Александра Рудина, Шерни Асыманов, МТРК. Спонсор прогноза погоды компания Теплэка. Производитель энергоэффективных обогревателей. Компания Теплэка. Единственный российский производитель энергоэффективных обогревателей на основе кварцевого песка высокой степени очистки. Теплэка работает по принципу русской печи. Быстро нагревается, а затем долго отдает тепло. При использовании терморегулятора потребление всего 2,5 кВт в сутки. Обогреватель не сушит воздух и не выжигает кислород. Абсолютно пожаробезопасен. Выбери свой обогреватель Теплэка. Приобрести его можно по адресу Петропавловск, улица Бастандыкская, дом 78, телефон плюс 7707-343-6282. Пожизненная гарантия. Включил и забыл. Более 100 магазинов в России. Продолжение следует...